Друзья, я не могу. Посмотрите, что оказалось у меня в руках. Это китайская блютуз-колонка. Я считаю, это абсолютно ненормальным явлением. Такого быть не должно. Это вот прям китайщина. И поэтому сегодня мы эту блютуз-колонку проверим на прочность и будем ее уничтожать. Потому что я не хочу, чтобы вот такие штуки попадали в ваши руки. Поэтому ставьте ваши лайки, друзья. У нас сегодня выпуск в Слоу-мо, где мы разобьем не только эту колонку, но и еще парочку интересных предметов. Тем временем у нас с вами наш канал орудий для уничтожения пополняется. У нас, смотрите, уже есть мачете, есть монтировка. И сегодня у нас появилась вот такая новая штукенция. Я считаю, вообще одна из самых крутых. Это анбоксерский топор. Какой у него необычный чехол. Смотрите, как думаете, для чего нужен вот этот кармашек? Я даже не представляю, что сюда можно положить. Потому что ничего не влезает. Вот так это у нас все дело достается. Вот в эту сторону. Охренеть, смотрите, какой он брутальный. С таким топором я прям, знаете, как будто бы из игры викинги. Ну, вы же в курсе, это та самая игра, как ламповые стратегии RPG из 90-х нулевых. Я очень, допустим, любил играть в такие игры раньше. И очень круто, что сейчас я могу играть нечто подобное у себя на смартфоне. Постоянные клановые сражения и битвы за ресурсы с реальными игроками. Вот что мне нравится викингах. За последние несколько месяцев они уже успели разыграть 26 айфонов и 11 макбуков. Дальше только больше. К новому году я совместно с создателями игры викинги разыграю еще два айфона XS. А в качестве суперприза будет даже не макбук, как обычно, а кое-что больше и круче. Чтобы принять участие в конкурсе и выиграть один из двух айфонов XS на Новый год, скачивайте игру по ссылке в описании и прокачивайте дворец до 10 уровня. Ну а суперприз в этом году достанется тому, кто достигнет самого высокого уровня среди других игроков. Обязательно скачивайте игру именно по моим ссылкам в описании. Не только потому, что за это вы получите 200 голды и бесплатный щит в игре. Но еще и потому, что если именно вы достигнете самого высокого уровня среди других участников, то я лично вручу вам суперприз. И вот этот топор викингов. Если он, конечно, сегодня уцелеет. Ну а проверять топор на прочность мы будем сегодня на вот этой колонке якобы GBL. Смотрите, у нее точно такой же дизайн, как у настоящей колонки Charge 3. Но отсюда, смотрите, убрали все логотипы. То есть, видите, вот как бы оранжевая плашка есть, но надписи GBL нету. Здесь как бы сбоку тоже нету. Ну и плюс сама упаковка, она очень бедная. Она, я бы даже сказал, вообще никакая. Смотрите, у нас тут внутри колонка какой-то очень дешевый поролон. Зарядный кабель как бы и все. Блин, кто вообще такое покупает? Настолько дешево сделано, настолько пахнет Китаем. Я вообще удивлюсь, если эта штука рабочая. Пробую сразу ее включить. Нифига себе. Звук включения, в принципе, такой же, как у настоящей колонки. Давайте попробуем подрубить ее к смартфону. Мне эту колонку сегодня принес знакомый. Я не знаю, где он ее достал, но он сказал, что она стоит что-то в районе полутора тысяч рублей. Можно сказать, что это настоящая или не настоящая? Конечно же, не настоящая подобная колонка стоит около 10 тысяч. Если мы говорим про, конечно же, оригинальную версию. И ни в коем случае, если вам где-то пытаются впарить ее в 10 раз дешевле, то не ведитесь. Это подделка. Это Китай. И вот как он звучит. Слушайте, ну вот это максимальная громкость. И я вообще не чувствую басов. Боковые динамики, они... Вот помните, в большой колонке мы могли налить сюда воду, включить ее на полный звук, и у нас вода прям просто выпрыгивала. Здесь он настолько тихий, настолько не работают басы. Я даже не могу поменять громкость, нажимая вот на клавишу минус. Вы посмотрите просто, насколько тут все дешево сделано. Ну прям реально стыдно должно быть людям, которые это сделали. Вот это, смотрите, резиновая заглушка, которая якобы должна защищать наши разъемы от попадания влаги. Но, во-первых, она вообще никак здесь не держится. Она ничего не защищает. Полный отстой. Китайские подделки имеют место быть. Да, бывают хорошие качественные звуки колонок. Но вот это, это полнейшее говно. Я считаю, что его нужно срочно уничтожать. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как разлетается китайский пластик. На счет 3. Раз, два, три. На удивление она все еще работает, несмотря на то, что, смотрите, какой, какую ссадину я здесь оставил. Удар был действительно мощный. Корпус чуть-чуть покорежило. Вот здесь я прям чувствую, что пластик слегка проломился, но она не треснула пополам. Охренеть. Вот китайцы дают. Вот тут еще видно, что она уже начала отслаиваться, вот тут верхний динамик, который мне, честно говоря, кажется, что сделан для красоты, потому что он вообще не вибрирует. Короче, давайте поставим ее вот таким боком и долбанем со всей силы. Ну что ж, друзья, наш металлический боевой топор против китайских современных технологий. Мясо, но вы слышите? Я не знаю, откуда точно идет звук. Да, из вот этого динамика, послушайте. Колонн, блин, это реально распространяется на все блютуз-колонки. Они в мясо уничтожаются, чтобы большую уничтожили, скинули ее со второго этажа, что эту. Смотрите, она похожа на Франкенштейна, но продолжает работать. Кстати, второй динамик, вот этот вот он здесь. Сейчас уже доломаем до конца. Дичь, дичь какая. Сами по себе динамики звучат, конечно, убого, но вот именно качество сборки, оно, как видите, даже после того, как мы все расколошматили, она продолжает работать. Давайте хоть посмотрим, с чего она состоит. По факту, друзья, получается, что вот эта вот вся блютуз-колонка, она сейчас у меня ощущается у меня в руке. Здесь два динамика, самый обычный аккумулятор и вот такая небольшая плата. И все вот это вот составляет одну блютуз-колонку. Знаете только вот в чем проблема, друзья, заключается? Разбить таковку мы ее разбили. Внутри посмотреть мы ее посмотрели, но я теперь не знаю, как ее выключить. То есть у нас осталась только плата, смотрите, с USB разъемом и прочим, но кнопок здесь никаких нет. Как ее выключить? Она продолжает играть без остановки. Даже после смерти пытается играть там свою чертову музыку, прям как иксы-ксы-ксы-ксы-ксы-ксы-ксы-ксы-ксы-кс-тань-сьон. В общем, друзья, с JBL мы разобрались. Вот эта штука, кстати, у китайского аналога вообще, по-моему, не несет никакой смысловой нагрузки. Сделан для красоты и максимально убога. Короче, все это дело... Убирается. В общем, с китайской колонкой мы разобрались. Дальше у меня есть кое-что поинтереснее, друзья. Вы помните вот этот беспроводной черно-белый телевизор? Интересно, он еще работает? Напоминаю, что этот телевизор работает от вот таких огромных здоровенных батарей. Здесь их таких 10 штук. Сейчас главное не перепутать полярность. Вот так это вроде дело вставляется. И, по идее, мы с вами должны что-то услышать. Да, друзья, смотрите, он работает. Правда, нам надо поймать с вами какой-нибудь канал. Сейчас на камере вы можете видеть очень неприятные такие черные полосы, которые издает этот телевизор. Суть в том, что этот телевизор работает по старой технологии. И что самое интересное, с помощью замедленной съемки я смогу показать вам это наглядно. Сейчас мы проведем настоящий физический эксперимент. И только же нам кромсать всякую технику безбожно. Надо чуть-чуть наукой заниматься. Фишка заключается в том, что старые геноскопические телевизоры выводили не сразу всю картинку целиком, а делали это последовательно. Вот если сейчас мы будем менять параметр на камере, вы увидите черные полоски, которые появляются и бегут по телевизору либо снизу вверх, либо сверху вниз. Вот так мы сейчас видим телевизор, ровно как его видят наши глаза. Ну а вот так его видит наша сломанная камера. Посмотрите, как бегут эти полоски. Именно эти полоски и формируют наше изображение, которое мы видим на телевизоре. Самое интересное, что я вот до сих пор не понимаю, как наше зрение может вот эти полоски, которые каждая бежит отдельно сама по себе, и формирует цельное изображение. Я этого не понимаю. В общем, именно вот такое необычное физическое явление я хотел вам показать. Ну а сейчас же я хочу вам показать, как этот телевизор будет разлетаться на мелкие осколки. Это что-то очень странное, потому что я вот нормально замахиваюсь, как бы бью. Ладно, телевизор не разбивается, но вот это черное пятно, которое появилось, как вы думаете, что это такое? Это, знаете, похоже, как будто бы чернила каракатицы или что-то такое, как будто бы они прямо оттуда пролеснулись. Или, знаете, как во фильме прибытия было, вот эти черные штуки, они рисовали вот как бы на стекле, вот что-то подобное мне это напоминает. Мне почему-то кажется, что я сейчас так по нему ударю, а он его даже не пробьет, что я буду так бить, что так. Мне кажется, он просто откруженит и все в меня. Раз, два, три. Что, он целый, нет? Ха-ха, все. Ремонту, друзья, и восстановлению больше не подлежит. Все-таки топор это брутальная тема. Посмотрите, какие ссадины он оставляет на корпусе. Ну и плюс у нас треснул кинескоп, но все-таки меня этот результат не устраивает. Это, конечно, выглядит очень круто, но он хоть и треснул, он все еще целый. Нужно его добивать. Ха-ха-ха, нет, он аж улетел со стола. Так, теперь, друзья, мы с вами можем заглянуть внутрь. Не то, чтобы там внутри, конечно, было что смотреть, потому что мы все расколошматили, изучать там особо больше нечего. Посмотрите, какой толщины стекло было у экрана. Вот этот кусок прям очень толстый. Это, знаете ли, вам не градусники разбивать. В общем, только что мы с вами посмотрели, как разлетается старая техника. А теперь давайте посмотрим на технику посовременней. Современные ноутбуки, друзья. Очень легкие, очень тонкие. При этом, не важно, дорогие или дешевые, их все одинаково делают прочными. Чтобы вы понимали, ноутбуки настолько прочные, что даже в случае, если вы вдруг его не заметили и случайно на него вот так сели, А я вам так скажу, я не маленький, я как бы вешу больше 100 килограмм. Вот я посидел на нашем ноутбуке, который стоит около 7000 рублей. И смотрите, с ним все нормально. То есть, ноутбук прочный. Но вопрос, насколько? Короче, не будем давить. Давайте проверим, переживет ли он встреча с топором или нет. На самом деле, мне вот прям, друзья, сейчас реально интересно, сможет ли экран пережить удар от топора. Потому что, если вот прям выгибать, видите, я прям его реально гну, он целый. Он что-то трескается, где-то хрустит, но при этом сам по себе экран целый. Короче, давайте посмотрим, насколько современные экраны прочнее, чем у старых LTE телевизоров. Три. Это все, конечно, очень классно, друзья, но у нас случились непредвиденные обстоятельства. У нас выключилось освещение. Как бы для слоу-мо нужны вот эти лампы, которые очень мощно светят. Но у нас сели аккумуляторы. Вы и так видели, что в последних нескольких слоу-мо кадрах было чуть хуже качество. Это из-за того, что не хватает освещения. И мы, к сожалению, не можем сейчас доуничтожить этот ноутбук. Но за то, что я вам предлагаю. Спускайтесь прямо сейчас в комментариях и предлагайте ваши изощренные способы, как бы нам уничтожить этот ноутбук. Самые интересные, естественно, мы в следующий раз воплотим и заснимем это все в замедленной съемке. Ну а на сегодня у нас все, друзья. Мы опробовали наш новый топор. У нас реально уже пополняется арсенал оружия. Есть мачете, есть топор. Не хватает еще только, я не знаю, какой-нибудь булавы или огромного такого, знаете, тяжелого двуручного меча. Если вам ролик понравился, обязательно покажите это вашими лайками, а также подпиской. на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски замедленной съемки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok